привет дорогие друзья вот и пробежали незаметно выходные мы снова окунаемся в мир новостей сегодня газеты бурлят от обсуждений начиная от политики до школьных реформ ну конечно все это завершится скорее всего какими-нибудь горячими дебатами но давайте посмотрим что сегодня нарисовано и напечатано на обложках британских газет газета daily express сегодня бьет тревогу из-за решения либарийской партии отменить зимние выплаты за топливо газета не стесняется в выражениях называя это решение абсурдом а ведь зима не за горами так что скоро будем греться не только пледом но и сжигая такие газеты как я думаю газета times сегодня поднимает на поверхность совсем другую историю в германии ультраправая партия альтернатива для германии и fd готовится к своей первой крупной победе на выборах со времен окончания второй мировой войны похоже что когда я следующий раз буду бриться придется немножко сократить свои усики но до политический ветер начинает дуть в другую сторону давайте посмотрим на другие газеты daily star возвращается с другой темой которую мы уже видим несколько дней подряд это высокие цены на билеты на концерт который нам предстоит это возвращение группы оазис но сегодня газета отмечает что некоторые фанаты несмотря на всю свою любовь к группе отказываются платить за билеты цены на которые взлетели просто до небес 6000 за билет на черном рынке но это же совсем много ну видимо даже у ностальгии есть свои финансовые пределы газета guardian они сегодня рассказывают о том как протесты в израиле вспыхнули с новой силой после гибели шести заложников в секторе газа люди вышли на улицу и направили свой гнев на премьер-министра бениамина нетаньяху кажется политическая ситуация там становится все более напряженной газета daily mail сегодня делает акцент на опасениях крупного бизнеса который по словам газеты отпугивает с политикой либо риской партии в преддверии бюджета ну что получается когда бизнес пугается экономика может зашептать совсем другие истории кстати если заметили на обложке там есть еще и брэд питт со своей новой подругой также как здесь тоже брэд питт с джорджем клуни они презентуют свой новый фильм но газета daily telegraph также как и газета метро обсуждают крупные изменения в системе оценки школ австет главный инспектор образовательных учреждений решил отказаться от однословных оценок и заменить их на более детализированные отчетные карточки это решение было принято после трагического случая когда одна сложная оценка стала одной из причин трагедии с директором школы рут перри что тут путаница какая-то с газетами но да ладно сейчас мы а другой газете это у нас daily mirror daily mirror сегодня поднимает тревогу по поводу увеличения числа российских инцидентов в школах за последний год их число выросло на 25 процентов кажется уроки толерантности тут тоже скоро введут ну и наконец газета financial times которые тоже обратились к теме выборов в германии сообщая что и где набирает обороты и может одержать победу на восточной части страны когда центр не держится крайности точно берут вверх вот такие обложки сегодня в британской прессе лето закончилось но похоже что осень нам принесет мне еще немало поводов для обсуждения ну что ж как говорится открываем новый сезон а вместе с ним новые сюжеты и еще более горячие новости в студии олег хилл с выпуском самых актуальных новостей в великобритании на понедельник 2 сентября уверенность бизнесменов либо риской партии снизилась из-за планов повышения налогов и улучшения прав работников согласно опросу института директоров в августе экономический индекс уверенности резко упал отразив опасания что такие меры могут подорвать инвестиции и рост среди бизнес-сообщества также растет беспокойство по поводу возможного запрета нулевых контрактов и использования практики fire and require особенно беспокоен эндерго сектор который предупреждает о значительных потерях в доходах из-за планов по увеличению налогов на добычу нефти и газа в северном море министр по делам палаты общин люси пауэлл подтвердила что правительство не будет пересматривать решение о прекращении выплат зимнего топливного пособия для пенсионеров это решение затронет около 10 миллионов пенсионеров которые не получают пенсионный кредит и это решение вызвало резкую критику со стороны депутатов а также благотворительных организаций пауэлл объяснила что меры необходимы для устранения дефицита бюджета в размере 22 миллиардов фунтов и предотвращение экономического кризиса правительство также запускают компанию которая призывает пенсионеров проверить свое право на получение пенсионного кредита который может предоставить дополнительную финансовую помощь а теперь сюрприз в великобритании стартует новая вакцинационная программа которая теперь нацелена на защиту новорожденных и пожилых людей от респираторно-сенсити ального вируса rsv со 2 сентября сегодняшним дня вакцины начнут предлагаться женщинам на сроке беременности от 28 недель и пожилым людям от в возрасте от 75 до 79 лет в англии в эльсе и северной ирландии следуя примеру шотландии где такая программа уже стартовала rsv часто выживаю вызывает кашель и простуду зимой но может привести к серьезным опасным для жизни дыхательным проблемам программа в которую входит вакцина обрису от компании файзер направлено на снижение числа госпитализации и обращение в неотложную помощь что может уменьшить нагрузку на медицинские службы еще один сюрприз на улице великобритании попала кокаина на сумму 4 миллиарда фунтов этот кокаин был ввезен из колумбии в том числе спрятанным среди бананов в последнее время в портах страны было зафиксировано рекордное количество изъятий этого наркотика что связано с резким увеличением производства кокаина в колумбии где производят 60 процентов мирового объема этого наркотика кокаин доставляется в великобританию через сложные маршруты включая латинскую америку африку и европу феврале 2024 года в порту саут гемптон была обнаружена крупнейшая партия наркотиков 63 миллиона нет 6 и 3 тонны кокаина которые были спрятаны среди бананов так что не забывайте бананы хорошо а наркотики плохо брось мальчик все в порядке бананчик ну а bbc сегодня на первой странице публикует интервью британских журналистов секретный учебный лагерь в черниговской области куда были приглашены эти репортеры демонстрируют ускоренную программу подготовки включающую в себя не только стрельбу но и управление бронемашинами а также оказание первой помощи в экстремальных условиях пишется в статье многие из новых рекрутов старше 40 лет и среди них есть бывшие гражданские специалисты такие как ростислав который был только месяц назад водителем украина привлекает также более молодых призывников и вводит новые законы о призыве для того чтобы восполнить нехватку бойцов на фоне военных действий и предыдущих успехов таких как захват территории в курске мораль солдат высокая хотя они осознают что им предстоит достаточно тяжелая работа и возможные потери ну от себя добавлю что фотография которая сопровождает эту статью полностью передает мораль и оптимизм новобранцев подводная лодка трайдент была замечена когда она пришла швартоваться в шотландию и она выглядела достаточно грязный как заметили в сети но судя по всему это все такой вид у нее из-за ее долгого срока службы пока она не была в порту для обновления а вот система замены стоимости замены системы трайдент может достигать 205 миллиардов фунтов стерлингов противники ядерного вооружения настаивают на дороговизне и этических аспектах выступая за одностороннее разоружение но именно эти подводные лодки типа трайдент как раз и являются основой обороны великобритании как пишут газеты среди жителей британии вспыхнули споры после того как стало известно что заключенные из исправительного учреждения для несовершеннолетних преступников фалтом юс of and institution участвует в забегах на свежем воздухе вместе с членами сообщества это мероприятие проводимая каждую субботу в бетфонд лэйкс кантри парк в хаунслоу является частью программы по реинтеграции подростков в общество участие молодых заключенных в забегах по району вызвало резкую критику со стороны некоторых групп которые борются с преступностью они считают что преступникам не следует предоставлять возможность участвовать в подобных мероприятиях вместе с обычными гражданами этого района однако организаторы и представители учреждения утверждают что эта инициатива помогает подросткам развивать навыки ответственности и интеграции в общество и это способствует их успешному возвращению к нормальной жизни после освобождения а вот в шотландии всех несовершеннолетних заключенных просто перевели из исправительных учреждений в специализированные детские центры после серии самоубийств и принятия нового закона запрещающего отправку детей в тюрьмы эта реформа которая направлена на обеспечение более безопасных и подходящих условий для реабилитации молодежи было тепло воспринято активистами которые считают что тюремные условия травмируют подростков с трудным прошлым перемены ставят шотландию в пример для области правосудия для детей святой отец фортунато пантисана был признан виновным в краже 200 фунтов из церковной кассы после того как его засекли камеры видеонаблюдения суд установил что священник взял деньги из корзины с пожертвованиями после второй мессы и не вернул их сам пантисана пантисана простите который не смог предоставить убедительное объяснение своих действий настаивает на том что он имеет право находиться в офисе и распоряжаться деньгами которые оставляют прихожане но судьи не поверили его показаниям в результате инцидента был нанесен значительный ущерб доверию между церковью и прихожанами я тебе тоже могу рассказать откровенно я пастор эти рубли пожертвования ему осталось немножко и вы верите в бога социальные медиа алгоритмы оказывают значительное влияние на подростков особенно на мальчиков показывая им опасный контент как это обнаружил 16-летний кай который столкнулся с насильственными и мезогинистическими видео в своих лентах бывший аналитик тик ток эндрю каунг подтвердил что алгоритмы платформ склонны продвигать контент который вызывает высокую вовлеченность независимо от его вредности несмотря на усилия по фильтрации и улучшению модерации контента такие видео все равно продолжают появляться у подростков ожидается что в великобритании новые законы которые вступят в силу в 2025 году потребуют от социальных медиа гигантов более строгого контроля за возрастом пользователей а также ограничения на вредный контент с первого сентября в некоторых аэропортах европейского союза вновь ввели правила ограничения провоза жидкости в ручной клади до 100 миллилитров из-за технических проблем с новыми сканерами которые используют технологию компьютерной томографии это временное решение не связано с новыми угрозами а направлена на обеспечение безопасности полетов ранее в таких аэропортах как амстердам и рим эти ограничения были сняты благодаря новым сканерам но теперь возвращены обратно великобритании тоже было введено аналогичное правило после того как новые системы безопасности так и не были внедрены к запланированному сроку сдачи но что ж независимо от того что можно возить с собой вы знаете что в компании авиасейлс всегда можно найти самые недорогие перелеты между двумя точками которые вас интересуют вам достаточно выбрать точку отправления точку назначения все остальное сервис сделает сам найдет вам самый недорогой вариант ну а сейчас немножко про любителей пабов сеть пабов везер спунт проводит ежегодную акцию такс и quality day 12 сентября предлагая скидки в семь с половиной процентов на еду и напитки в этот день посетители смогут сэкономить целых семьдесят четыре пенса на большом завтраке который будет стоить 925 вместо обычных 999 также будет снижена цена на пинту батлайт до 4 фунтов и 9 пенсов шотландии скидки распространяются только на еду и безалкогольные напитки так что шотландцам придется пить виски по дорогому цены могут варьироваться в зависимости от региона но везер спун планирует увеличивать количество своих пабов до 1 тысячи по всей великой британии и ирландии а теперь немножко культурных новостей или бескультурных я даже не знаю как к этому отнестись саманта фокс помните такую была освобождена от обвинений в нападении на свою жену на рейсе british airways после того как такое же обвинение уже было снято пятидесяти восьмилетняя фокс которая отрицала обвинения в избиении линды олсен узнала об этом когда изменения в доказательствах сделали невозможным продолжение дела инцидент произошедший 3 декабря 2023 года в аэропорту хитроу остановил вылет рейса из лондона в мюнхен в апреле фокс признала себя виновной в пьянстве и нарушении общественного порядка а также угрожающим поведение по отношению к полицейскому ну и сегодня ей предстоит услышать приговор по этим двум обвинениям уходят кумиры детства ну а теперь давайте посмотрим прогноз погоды с игорем павловым доброе утро дорогие друзья пусть вас бодрит звук моря даже если этот шум больше похож на шуршание дождя за окном сегодня в англии погода даже лучше чем на солнечном крите ну почти в шотландии дождик начнет барабанить по крышам уже с утра и судя по всему возьмет бессрочный отпуск не планирует никуда уходить центральная часть англии погрузится в мир переменной облачности и мелкого дождя но не спешите прятать зонты после обеда солнце наконец-то решит выглянуть и останется с нами до самого заката а на юге просто погода для любителя адреналина переменная облачность будет сменяться солнцем за со скоростью гонок формулы 1 так чем же наша погода лучше чем на крыти ну там все стабильно 35 градусов а у нас сюрприз за сюрпризом что просто забываешь обо всем на свете стабильность это скучно а наши погодные перепады подарят вам незабываемый день всем добра и отличного настроения прозвище на рабочем месте кэрик хвастал со своими жертвами в отчете метро какое прозвище ну а на этом мне остается только с вами попрощаться и попросить вас наверное подписаться на канал ну или порекомендовать его вашим друзьям чтобы вам вместе с друзьями было что обсудить из британских новостей я увижусь с вами в следующем выпуске всего вам доброго